Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем катать на нашем драндулете. Раннее утро, напоминаю, мы с вами во втором городе. Давайте что ли, почитаем газетку, что сейчас происходит в мире. Кстати, 50 центов стоит газета. Ну, вот такой себе. Мне не нужны 50 центов, так что мы выкинем, наверное, газеты в мусор. Так, а мусор я открыть не могу. Ну-ка, так. Почти, почти докинул. О, отлично, смотрите, практически попал в центр. Мусорки, во, замечательно. Все, выкинули газету в мусор. Так, закрываем наш багажник, я там проверял, не исчезли ли наши все предметы. И залезаем в машину, давайте выбирать новый путь вперед к третьему городу. Так, 210 километров, 350 и 350. Ну, я думаю, тут выбор очевиден, потому что в дождливую погоду я не хочу ехать. Ну, или можно 350 проехать. Ну, там свалка, кстати. Свалка, это хорошо, конечно. Ну, блин, так не хочется, на самом деле. Ну, ладно, давайте. 350 километров и свалочка. Возможно, какой-нибудь топовый движок найдем или что-то типа того. Может быть, повезет. Плюс еще куча ящиков. Так, ну и давайте отсюда постепенно выезжать. Мы так и не зашли, кстати, к механику. Сейчас мы к нему заглянем. Посмотрим, что у него там в продаже. Может быть, что-нибудь купим. Может быть, ничего не купим. И также зайдем, попробуем на заправку в магазин. Но, по-моему, он сейчас будет закрыт. Так, если мы, конечно, заберемся сейчас по дорожке. Давай, 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 давай. Так, нормально, нормально, едем, едем. Все, отлично. Потянул наш автомобиль. Движок стоит кронконговский. Так, и закрыт, к сожалению, магазин. Ладно. Если бы я поставил движок от карболита, наверное, на горку я бы забирался быстрее. Так, а где механик? Блин, механик, что ли, внизу? Или я его уже проехал? Это плохо будет, если он сейчас внизу, потому что опять спускаться, потом опять подниматься. И за все это время мы, конечно же, прожигаем кучу бензина. Ну, ладно, давайте спустимся. Да, он здесь. Блин, ну ладно, насрать. Сколько у нас там? Полбака осталось, то есть приблизительно где-то 15 литров. Так, давайте здесь тормозим и посмотрим, что же в продаже у нашего механика. Может, что-нибудь новенькое у него в продаже появилось? Или, возможно, какая-нибудь интересная краска. Да-да-да, здорово. Как дела? Давайте посмотрим, что у него там в продаже. Так. Апгрейды. Так, ну вот, смотрите, эти огни есть у него в наличии. 200 баксов, в принципе, мы можем себе позволить. Так, и что у него из краски? И желтой краской можно покрасить наш автомобиль. Или черной, например. Так, и плюс какая-то раскрасочка интересная. Синяя и красная раскрасочка. Можно купить, например, черную краску и потом нанести поверх вот эту вот красную наклеечку. Давайте так, наверное, и поступим. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, делаем вот так вот. Также мы покупаем, наверное, огни. Так, итого 260 баксов. Нормально. Все, оформляем заказ. Закупились. Да-да-да, спасибо. Так, ну и давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, для начала установим наши огни. Сейчас посмотрим, куда они, кстати, цепляются. Да, на передний бампер. Вот сюда вот. Так, отлично. Они, кстати, работают, интересно? Ну, должны, наверное, по идее работать. Давайте глянем. По-моему, теперь ярче будет. И ночью будет вообще по кайфу гонять. Да, смотрите, работают. Фара, кстати, до сих пор правая так и странно работает. Или вообще даже не работает. Так, ладно, выключаем, чтобы не сажать наш аккумулятор. И теперь давайте быстренько покрасим наш автомобиль в черную краску и нанесем красную наклеечку. Посмотрим, как это будет гармонировать. Наклейка, по-моему, не очень, да? Я опять же забыл. Да, видите, тут только надписи. И все, на самом деле. Пару надписей. Так, ну, для начала мы покрасим наш автомобиль. Для этого потребуется, видимо, много времени. Так, погодите, что-то получается не очень. Может, я купил металлическую черную краску? Ну-ка, бросим пока что ее здесь. Надеюсь, она не провалится под землю. Может, я металлическую черную краску купил? Тогда это плохо. Ну-ка. Ну-ка. Так, краски. Да, блин, даже я и не заметил. И желтая здесь тоже металлическая. Ну, 20 баксов просто так, можно сказать, выкинул. Ну, ладно, наплевать. Главная наклеечка у нас есть. Можно ее сразу тогда заранее наклеить? А краску, ну, не знаю, оставим, пусть будет. Давайте засунем ее куда-нибудь сюда. И наклеим сразу наклеечку. Ну, наклейка, конечно, будет отстойно смотреться, из-за того, что у нас машина практически красная. Хотя, смотрите, надписи черные. В чем смысл тогда? Почему эта наклейка красная была? Она же ни хрена не красная. Я, в общем, не знаю. Тогда, наоборот, если мы сейчас покрасим автомобиль черной краской, то надпись не будет видна. Так, ну-ка, я еще раз прочекаю. Или, может, я опять что-то не так понял. Так, давайте глянем. Перелистываем. Краска. Вроде как красная, по крайней мере, здесь нарисована. Классическая, в общем, какая-то наклейка. Ну, ладно, посмотрим, короче. Посмотрим. В следующем городе закупимся краской. Благо, она не такая дорогая. И попробуем перекрасить в один сначала цвет наш автомобиль, потом в другой и так далее. Что нам больше подойдет, такой цвет и оставим. Все, заводимся. Пора уже выезжать. Сколько можно тут тусоваться в этом городе? Поехали уже. Итак, проехали мы границу. 350 километров. С одной стороны, конечно, это немного. С другой стороны, это займет какое-то время. Ну, посмотрим, посмотрим. Зато может повезти на свалке. Возможно, мы найдем там какую-нибудь топовую деталь. И заработаем денег, наконец-то, на приборную панельку. Будет классно тогда. Ну, ладно. Погода пока что не сильно радует. Хотя там везде, во всех путях, была так себе погода. В одном пути даже дождь. Но здесь хотя бы дождя нет. Более-менее такая пасмурная погода. Небольшой туман. И у нас уже что-то задымилось под капотом. Ну, ладно, давайте, наверное, до первого ящика доедем. И там уже будем чинить. Блин, к сожалению, в этот магазин я не успел зайти. Сразу я лег спать. И магазин уже закрылся после перезахода в игру. Так что, возможно, мы бы смогли с вами в этом магазине купить парочку ремкомплектов. А теперь у нас только один, вроде как. И это плохо, потому что на этом пути нет никакого магазина, никакой заправки. Только так уже надо объезжать. Не хочу пачкать наш автомобиль. Так быстро стемнело, серьезно? Да уж, странное что-то сделали со сменой суток. Так вот, на этом пути магазина нет. Есть, конечно, свалка, но она особо нам не поможет. Если мы сильно сломаемся. Так, и вот, смотрите, тут машина есть, брошенная. Отлично. Тормозим. Здесь мы и остановимся. Сейчас починим наш автомобиль. Давайте сразу тогда возьмем ремкомплект, который у нас один всего лишь. Откроем капот. И посмотрим, что там сломалось. Так, бак нормально. Фильтр более-менее. Движок тоже. Давайте фильтр-движок и карбюратор. Вот так вот делаем. Все остальное более-менее нормально. Так, и посмотрим, что здесь. Колесо, смотрите, неплохо. Ну, колесо же новое. А, нет, оно не новое ни хрена. Блин, я уже обрадовался. Новое колесо. Ведро, кстати. Давайте возьмем, на всякий случай. Тут все-таки много луж. Может быть, придется помыть нашу машину. А если что, выкинем. Ведро вроде ничего не стоит. Так, открываем капот. И под капотом здесь тоже что-то есть. Фильтр есть. Так, но он, по-моему, недорогой. Да, 15 баксов стоит. Так, бак за 8 баксов. Емкость за 2. Ну, так себе. Что-то стоящее, это только фильтр. Давайте возьмем. Пока что у нас все равно машина не нагружена. Так, и сюда его засунуть не могу. И сюда его тоже засунуть не могу. Так, давайте, наверное, возьмем масло. Да, е-мое. Взял случайно домкрат. Возьмем масло, уберем. Так, все равно, да, не умещается. А вот так? Во, вот так все поместилось. Все, нормально. Пусть пока полежит. 15 баксов, в принципе, неплохо. И все, здесь больше чего нет. Так, а, кстати, емкость для воды такая же, как у нас. Но она тоже сломана. Так что ее мы брать не будем. И колесо мы тоже брать не будем. Вернем, короче, в машину. О, смотрите, как получилось. Так, возвращаемся в наш автомобиль. Включаем фары теперь. Очень яркие, я надеюсь, сейчас будут. Да, смотрите, как ярко. Даже что-то там мигнуло. Это, видимо, сломанная фара. Ну, на самом деле, не слишком ярче стало, но... Но ярче. Ярче и заметно. Может быть, я теперь ночью не буду пропускать ящики. И лужи буду видеть и объезжать. Так, ну, здесь не очень получилось объехать. Я все равно наехал на лужи, но вроде не запачкал наш автомобиль. Так, ну, я постараюсь побыстрее, наверное, ехать. Так, еще одна машина. Неплохо, неплохо, но вот ящика пока что ни одного не попалось. Или, возможно, я уже пропустил какой-то ящик. Так, давайте глянем, что в этой машине. Здесь у нас ничего. Под капотом. Под капотом, наверное, тоже какое-то говно. А, нет, смотрите. Неплохо. Фильтр от карболита. Он вроде топовый. И карбюратор даже. Кронконговский. Слушайте, он тоже топовый. Неплохо, неплохо. Так, сколько он стоит? 22 бакса и 35 долларов. Отлично. Ну, тогда можно, наверное, даже этот фильтр тогда выкинуть, потому что он занимает много места. Так, выкинем его. И глянем еще, что у нас под капотом. Так, у нас вот точно такой же карбюратор. И точно такой же фильтр вроде, да? Здесь все целое. Мы можем заменить, кстати. А, нет, практически целое. Целый карбюратор, а фильтр не очень целый. Так, ладно, давайте все-таки пока что менять ничего не будем. Попробуем засунуть это все куда-нибудь. Так, ну, в ведро, я так понимаю, нам придется выкинуть. Блин, все равно не помещается. Вот, отлично. Так, ну все, нормально, вроде все поместилось. Поехали дальше, чтобы не сажать аккумулятор, потому что фары я все-таки не выключил. Так, все, погнали. Будет забавно, если сейчас еще одна машина попадется, и ни одного ящика. Тогда тут точно алгоритм какой-то изменили. Так, ну, свалка пока не попадается, значит, опять же, она либо в середине, либо под конец попадется. И мы постепенно уже выезжаем на бездорожье. Здесь в прошлые разы мне много попадалось всяких коробок. Так, а нет, мы сразу выезжаем на шоссе. И, наконец-то, появляются автомобили. Но что-то все равно маловато. Я, кстати, заднее стекло все-таки слегка заляпал, но ничего страшного. Потом на заправочке почистим, если это вообще будет нужно. Так, ну, машин вроде побольше, конечно, по сравнению, как раньше. Вообще, одна машина там за 2-5 минут проезжала. Сейчас по 2 машины за такое же время. Так, и здесь у нас есть коробочка. Так, тормозим. Быстро выбегаем. Фары я опять гасить не буду. Так, и это у нас закрытая коробочка, значит, придется ее вскрыть. Где у меня лом? Ну, маленькая коробка. Если там вино будет, то всего лишь одна бутылочка. Ну, а тут у нас медикаменты. Неплохо. Берем медикаменты. Так, и теперь я, наверное, не смогу ломик-то никуда деть, к сожалению. Или нет? Ну-ка. Блин. Придется опять сортировкой заниматься. Так, короче, медикаменты, значит, сюда. Ломик все еще не помещается. Значит, берем бутылочку с маслом. Тоже сюда. Ломик по-прежнему не помещается. Тогда еще медикаменты. Ну, е-мое, ломик. Чего ты не помещаешься? Так, все, наконец-то он поместился. И все остальное поместилось. Класс. Класс. Так, все, запрыгиваем в машину. И поехали дальше. Мы на самом деле уже неплохо заработали. Из-за этих деталей. Плюс, смотрите, еще коробочка. Так, опять быстро выбегаем. Смотрим, что в этой коробочке. Когда я выбегаю, почему-то камера резко меня разворачивает. Так, и здесь у нас это что такое? Это сигареты. Которые, ну, вроде да, вроде сигареты, которые стоят 7 баксов. Почти 8 баксов. Так, ну, мы, конечно, берем. Да, мы с вами неплохо заработали. Представьте, если мы найдем что-то интересное еще на свалке. Но вот дело в том, что мы никуда не запихаем. Ничего уже. Потому что места не хватает. Так, объезжают нас люди. Я не включил даже аварийку. Да, места-то не хватает. Только если выкидывать кофе. Который со мной до сих пор. Я, кстати, даже и не посмотрел, когда переезжал через границу. Можно ли было кофе перевозить или нет. Но, видимо, мне повезло. Раз его не отобрали. Что-то я совсем про это забыл. Так, ну, сейчас пока все умещается, конечно. Но если мы какую-то деталь найдем, она уже не поместится. Да, уже в багажник ничего не влезает. Так что в дальнейшем придется либо выкидывать... Блин, еще одна коробка? Я, что ли, ее не заметил? Да, какая-то крошечная коробка. Впоследствии тогда придется либо выкидывать кофе, например. Краску. Ну, и все, что мне не нужно. Или от самого дешевого избавляться. И самым дорогим заполнять. Так, где мой ломик теперь? Я надеюсь, он обратно встанет потом. Так, открываем. И еще сигареты. Ну, блин, неплохо, конечно. Но что-то меня преследуют постоянно эти сигареты. Я же не курю. Ребята, зачем вы кидаете мне сигареты в этих ящиках? Так, все. Ну, теперь точно могу поехать дальше. Так, бензин у нас есть. Все нормально. Ну, трафик тут, конечно, есть. Но, блин, хотелось бы поплотнее трафик. И иногда какие-нибудь пробочки встречать было бы классно. Так, что-то он завилял. Да, смотрите, как странно виляет. По-моему, раньше они так делали. Пьяный, что ли. Так, обгоняем всех. Так, останавливаемся здесь. Давайте посмотрим, что нам нужно будет добавить. Так, и нужно еще прочекать, что там с зарядом аккумулятора нашего. Так, 87%. Ну, нормально, думаю. Так, тут не хватает движка. Хватаем наш движок. Вставляем сюда. Так, ну, если что, здесь есть заряженный практически аккумулятор. Так, возвращаем движок. Ну, и погнали, погнали лутаться. Так, я вижу уже аккумулятор. Да, да, это аккумулятор. Так, смотрите, отлично. Еще один фильтр. Но он сломанный. Это хреново. Так что мы его, наверное, брать даже не будем. Сломанные вроде вещи уже нельзя продавать, насколько я понимаю. Хотя, может, ошибаюсь. Но колеса сломанные мне продать не удалось. И все, что ли? Один фильтр и аккумулятор? А нет, вот еще что-то. Сломанный карбюратор. Который стоит 5 баксов. Класс, класс. Ну, ладно, в принципе, мне и так достаточно всего, на самом деле. Давайте еще глянем. Может, тут что-нибудь в помоечках. Вот эти вот, кстати, контейнеры открываются. А там в городе не открывался почему-то. Ну да, можно взять аккумулятор, который тоже слишком покоцанный. Но и стоит он всего лишь бакс. Но фильтр мы уже не уместим. Дело в том, что наш автомобиль... Давайте посмотрим, куда его вообще, по идее, можно засунуть. Фильтр мы сможем засунуть, если выкинем кофе. Наверное, мы, короче, не будем его брать. Тем более, он стоит 7... Или нет. Или его можно продать. Он почему-то стоит 7 баксов. А вот этот вот 22 баксов. Да, наверное, его все-таки можно продать, но сломанный за 7 всего лишь. Но, блин, все равно это мало. Короче, в задницу. Поехали. Только зря разряжаем аккумулятор. Поехали дальше. Уже доедем до города. Продадим все говно. И у нас будет уже немного денег. Сколько у нас сейчас там? 97 баксов осталось. Ну и нужно будет уже заправить наш автомобиль, потому что бензин постепенно все заканчивается и заканчивается. Вот. Ну и посмотрим опять, что там по краске. Панель мы цифровую купить не сможем. 400 баксов все-таки нужно накопить. Ну и все. Может быть, у механика мы опять что-нибудь новенькое найдем. Да. Ну вот он город. Как я и говорил. Свалка оказалась в конце. Так, аккуратно сейчас заедем. И главное, на красный свет не поехать, потому что я не хочу, чтобы мне налепили на лобовое стекло. Опять странный штраф. А, здесь даже и светофора нету. Я совсем забыл. Да, это же маленький городок, где все рядом с друг другом. И это отлично. Так, ну паркуемся мы, конечно же, возле заправки, чтобы нам заправить наш автомобиль. Сейчас посмотрим, продают ли здесь ремкомплекты. Так, потушим, наверное, наши фары. Потому что ремкомплекты мне нужны. У меня ни одного нету. Так, берем тогда сразу, наверное, кошелек. Или нет, давайте сначала положим кошелек. Тогда замолчи. Дай мне положить кошелек. Да, здесь отлично. Четыре ремкомплекта. Три из них мы точно покупаем. Так, здрасте. Держите. Пробейте, пожалуйста. И смотрим. Так, скидок на сигареты никаких нету. Это отлично. Значит, сигареты мы все продаем. Также на медикаменты скидок тоже никаких нету. Тоже продаем. И продаем всякие карбюраторы, что мы набрали, которые нам не пригодятся. Что у нас там? Карбюратор и фильтр, да? Да. В первую очередь мы это все продаем. Так, ну посмотрим, сколько выручим. Должны неплохую сумму на самом деле выручить. Потому что у нас куча сигарет. Сейчас опять буду складывать все это дело в корзинку. Итак, вот три корзинки. Краску я тоже решил продать. Вряд ли я ей буду пользоваться. Так, берем. И сейчас все это продадим. Опять же, жалко, что сразу корзинку нельзя на кассу отдать. Обязательно нужно останавливаться здесь и все это постепенно выкладывать. Так, давайте. Кофе мы тоже продаем, потому что мне надоело возить все это с собой. Так, и уже мы получим 30 баксов. Так, 40 баксов. Идем дальше. Ну, баксов 200, я думаю, мы заработаем. Возможно, даже больше. Или нет. Или нет. Сейчас посмотрим. В общем, не буду гадать. И считать мне тоже все это лень. Пусть кассирша делает свою работу. Считает за меня. Так, 100 баксов есть. 107. Ну да, 200 баксов может накапать. Так, 150. Ну, я ожидал, на самом деле, что мы заработаем чуть побольше. Так, а краску я продать даже и не могу, да? Ну ладно, срать. Может, потом и поиспользую ее. А может, просто выкину куда-нибудь в мусорку, опять же. Как газету выкинул. Ну, смотрите, что-то так себе. 209. 217. Ну, нормально, конечно. Плюс еще нужно понимать, что я купил 3 ремкомплекта. Может быть, 4 стоит сейчас купить. Да, наверное, мы все ремкомплекты купим. А то вдруг в следующем городе не будет ремкомплектов. А путь у нас будет вообще без заправки. Так что да, кидаем мы еще в нашу корзину. Один ремкомплект. Так, итого мы с вами получаем 202 доллара. 290 долларов. 299 долларов даже. Так, забираем все ремкомплекты. Давайте сейчас один используем. Все, починим. Или даже два, да. Даже, наверное, два придется использовать. А, также я забыл заправиться. Ну да, совсем я забыл про заправку. Сейчас тогда и заправимся, починимся. И все, на этом мы, наверное, уже и остановимся. Так, движок на максимум. Карбюратор. Фильтр. Здесь у нас почти все нормально. Бак. Так, ну и аккумулятор я не починил. Не знаю, стоит ли его. Ну давайте починим. Фиг с ним. Так, ну слушайте, у нас же еще и колеса. Колеса уже скоро сломаются. Да, один из трех. Блин. Покупать колеса сейчас так не хочется. На самом деле тратится. Они очень дорого стоят. Сколько там одно колесо стоит? 50 баксов. Нет, в жопу. Короче, лучше починю несколько колес. Так, забираю свою краску. И последний свой ремкомплект. Хоть и один ремкомплект останется в итоге. Но хотя бы я починю колеса. Хотя бы не так дорого выйдет. Так, давайте это, наверное, положим. И вот это вот возьмем. Блин, жалко. Постоянно нужно на домкрате автомобиль поднимать. Которого у меня, кстати, нет. Я только сейчас заметил, что домкрат у меня куда-то пропал. Я его выкинул или забыл где-то. Твою мать. Блин, ну я даже тогда и колеса не смогу поменять. Блин, ну почему обязательно нужно поднимать машину, чтобы починить странные колеса? Блин, ну плохо, плохо. Давайте посмотрим, здесь продают домкрат. По-моему, нет. Да, здесь... А, нет, продают. Сколько там? 25? А, 30 даже. Ну ладно, давайте купим. Выхода-то у нас нету. А то колеса шины скоро лопнут. И все. И не доедем никуда. Доехать-то можно, на самом деле, на лопнувших колесах. Но это будет такое себе занятие. Так что покупаем домкрат. Сейчас хоть немножко починим наши колеса. И все. На этом мы, наверное, уже закончим. Да, за кадром я уже починю. Так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.